Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брант, вы на основном канале смотрите обещанное месяц назад видео. С вашей стороны условия нашей последней сделки выполнены, теперь моя очередь. Для новых подписчиков напомню контекст. В феврале я был с обзором в дорогом ресторане Мегуми и заинтересовался особым разделом в меню, где представлены занятные мясные позиции. 80 грамм филе миньон стоит от 2 600 до 19 тысяч рублей. В наличии есть российский и 2 японских. Идея следующая, я пригласил неравнодушных к еде людей, чтобы они вслепую попробовали все виды филе миньон и попытались угадать где какой. В конце видео мы узнаем, есть ли смысл заказывать кобы или хватит вагю, а может быть и вообще российское мясо, которое в 6 раз дешевле, окажется самым вкусным. Чем в теории отличается говядина вагю от кобы я рассказывал в полноценном обзоре Мегуми, так что заострять внимание не буду. Перейдем к сегодняшним дегустаторам. Первый Никита Петряев, фудблогер, специализирующийся на фастфуде и продуктах питания. На основном ютуб канале имеет 657 тысяч подписчиков и несколько фудпроектов. Фастфуд без границ, обзор ресторанов быстрого питания в разных странах и городах. Дубай, Индия, Беларусь, Германия и другие. Фейки фастфуда, еда в заведениях, которые нагло копируют известные сети. Например, GFC, как тебе такое, полковник Сандерс? И новое фудтревел шоу с первым выпуском из Стамбула, которое я вам особенно рекомендую. Второй дегустатор Катя Клэп. Если верить Википедии, то Катя Клэп, российский видеоблогер, публикует видеоролики в таких жанрах, как скетчи, разговорные видео, музыкальные пародии и тому подобное. Если верить мне, то она большая любительница поесть или, как сама говорит, похрючить. Особую любовь питает к азиатской кухне. На Катином канале очень много сюжетов, связанных с едой. Вот некоторые из них. Для чистоты эксперимента на роль третьего дегустатора я решил позвать профессионала, шеф-повара Джихана Дениза. Вы должны его помнить по видео про золотой полутораметровый кебаб из одноименного ресторана Джихан. Если не смотрели, будет чем заняться при следующем приеме пищи. Ссылочку я оставлю в описании. Итак, у нас есть фудблогер. Блогер, очень любящая поесть, и шеф-повара московского ресторана с одной стороны, и 240 грамм мяса общей стоимостью 32 600 рублей с другой. Проверьте свой лайк под этим видео, и мы начинаем эксперимент. Японский стиль Кагеро Яки. Вулканическая порода из-под горы Фудзи, 300 градусов ее температура, очень хорошо удерживает тепло. Под ними речной камень из той же префектуры японской. Нарезается тонко американский чеснок, как подушка для стейка, и сверху выкладывается сам стейк в состоянии медиум-ре. В данном случае у нас три вида мяса. Это филе, прайм-биф Россия, кобе и филе миньон вагю японский. Все это фламбируется коньяком Хеннесси. Отдельно подается соус из выпаренного бренди, чеснока и соевого соуса Ямая. Одна порция стоит 2600 российская, 11000 филе миньон вагю и 19000 кобе филе миньон тоже. Что можно сказать уже по виду? Очень фантастически. У нас немного по-другому, конечно, но очень красиво выглядит. Но мне вот кажется, чисто с точки зрения битв экстрасенсов, возможно, это русская, потому что здесь есть прожилочки. Вот так как это все слишком какое-то прям идеальное, какая-то консистенция просто, сок, красота, возможно, это вот это то, что отличить между собой невозможно, а разница как бы в 100-500 тысяч долларов. Итак, Никита Петряев, фуд-блогер, пробует первое мясо, не знает, какое здесь. Да блин, они вообще все скопировали и вставили. А они могут нас пранкануть? Ну, чисто так. Мне бы не хотелось же такие деньги, чтобы меня пранканули здесь. А что так кровища много? Что это вот вас не забанят на YouTube за это? Нас нет. Ой, ой, ой. Ну, это красиво. Пахнет чесноком. Блин, чеснок на самом деле. Все перебивает? Вообще. Прям запах чеснока тоже отдает. Ну, вкусно пахнет. Очень нежное, говорит, мясо, но так как мало соли, я... Я тебе деду тюкну. Соли мало для меня. Я, короче, буду говорить... Ну, скажи, приятно или нет? Ну, конечно, приятно. Я говорю, чесночок, вот, играет огромную роль в этом блюде, потому что сам кусок мяса, так как он лежит на нем, он просто впитал весь вкус чеснока. Это когда блюдо плохое, я обычно всегда с сушеным чесноком немного тягачу. А я просто не пробовал катины блюда, поэтому мне не с чем сравнивать. Что вам рассказать? Ну, это, скорее всего, дорого. Но непонятно, на каком уровне съех дорого или очень дорого. Очень легко резалось мясо. Жуется, в принципе, тоже нежное. Короче, говорят, простым языком это похоже немного на консистенцию коровьего языка, потому что слишком мягкое мясо, как будто маленькие-маленькие прожилки в нем, прям миллиписичные. Я подобно еще не ел. Так, пробуем следующее. Пока не готов сказать, а цена какая? Я думаю, я в конце определю. Сейчас, я говорю, все съем, потом скажу. А, ну другое прям. Очень похоже на тунца, кстати, сверху. Вот такой вот темно-рубиновый. Ну, давайте попробуем вот этот самый сырой кусок. Оно явно по-другому выглядит и кажется, как будто жирнее. Как и мы все на камере кажемся. Слушай, здесь, судя по тому, как режется, режется чуть проще. Там прям, типа, приходилось пилить чуть-чуть. Я вот еще не пробовал, но у меня слюньки текут очень-очень обильно. Какие тут ароматы стоят, я просто не могу. Я дождусь своего часа. В нем, как ни странно, меньше чувствуется вкус мяса, больше около такой приятной вкусной жиринки сливочной. Так, и что это значит? Вкус другой. Может, я придумываю? Но оно мягче, гораздо, и будто бы сочнее даже. Но они отличаются. Так, что вкуснее? Я бы то ела. Так. Я хочу хорючевое вкусное мясо, а здесь меня чем-то непонятным кормят. Это все филе миньон. Я понимаю. Коба в огне и российское поменьше. Но это прям, знаешь, как будто бы кто-то даже за тебя чуть-чуть переживал уже. То есть оно прям, оно вообще даже жевать не надо. Вот я теперь боюсь, а вдруг это самое дорогое, и они такие... И я оскорбила японцев. Вообще такого никак. То есть это лучше и вкуснее, чем это? Пока что, мне кажется, так, да. Но все равно я расставлю только в конце. Но мне даже, я бы сказала, не понравилось. Я бы такое даже не заказывала потом. Не важно, чье, если дорогое, тем более, конечно, чем мы тут припираемся. А, мне так нравится этот формат. Да, это дорого, да, это очень дорого. Нет, нет, в целом формат, типа, что люди такие, да вроде как так и так, но ничего точно не понятно. Ну, такие здесь, как бы, критики крутые, а жопа-то сраная. Я думаю, что не все подпишутся в гости. Мы сегодняшний под этот эпитет. Мы все знаем правду, любимая. Ставим лайк, как мы здесь за честность. Сейчас еще вот эту съемку, говорит. Ммм, красивый какой. Пар исходит. Так, что здесь у нас? Режется примерно так же. Вот это самое сухое, по моим впечатлениям. Надо, конечно, сравнить с этим, потому что они похожи. Но потому что есть по серединке вот это, что разительно отличается. Ты забываешь, какая первая была. Так, знаете, это сравнить. О, чит-кот пошел. Здесь такие прям... Вот на этом куске тебе прикажут, что больше всего прожил их здесь. Но вот такое мясо я еще никогда не пробовала, что удивительно. То есть я разные хрючевы ела. Вагю я ела. Давно. Я хотела большой стейк, мне принесли тогда филе миньон. Я такая, ну ладно, захаваем сегодня на диете. Я такая, что-то жирновато. И как-то мало. Поэтому вот так я познала культуру кухни японской. А вот здесь чесноком пропиталось. Так. Скорее всего, это вообще никак не влияет. И просто на камне лежал, да, на этом вулканическом. Но это мне меньше понравилось, чем вот это. С точки зрения отличий, кажется, эту корову точно кормили всем вкусным и очень много. Я не знаю, это хорошо или плохо. Мне этот кусок не понравился. Но в нем вот эта чистота жира и сочности, она очень сильная. Мне кажется, вот это российский. Похоже на то, что я здесь ем филе миньона российский. Мне очень понравилась вон та. Это очень нежная. Второе по нежности и по мягкости вот это. Третье вот это. Из японского мяса тяжело отличить друг от друга, что там вот эта разница, она минимальна во вкусе, а в цене большая. Вот эти оба похожи, но они такие сухонькие. И если в теории то, что отличается от всех, это русское, то мое почтение. Потому что оно отличается очень сильно, и я такого еще не ела. Но в то же время я такого еще не ела. И, возможно, это, ну, самая дорогая говядина. Здесь оно мягкое, волокна уже не так тянутся, но все равно надо жевать. А чем больше мраморность, как ты понимаешь, тем стейк дороже. Сейчас я обижу всех, наверное, но я скажу, что вот это я не хочу есть. Сухо мне не нравится. Как? Вот это хорошо. Вот это я, наверное, с удовольствием бы съела. Ну, к сожалению, не целые стейки, но все равно будет дорого. Здесь все дорого. Но это интересно. Такого я не ела. Соответственно, кажется, что самый дорогой это вот этот. Потому что, ну, это прям, не знаю, как для ребенка. Какое-то детское меню сделали. И ты просто кладешь на язык, один раз зубами сжимаешь. Все, оно разжевалось, тебе надо прогладывать уже. 2 600, где? А, это самое дешевое. Да, это самое доступное. Вот это. Угу. 11 серединка. Ну, возможно, вот это. Угу. А это самое дорогое. И это 19 тысяч за 80 грамм. Мой вердикт. Это за 2 600. Это за 11. А вот это самое дорогое, которое Кобе. Это Кобе. Это Кобе. Это российское филе. Че? А почему оно самое крутое? Я одно угадал. Оно вообще, типа, еле жуется, еле разрезается. Можец какой. Мне интересно, как остальные скажут. Это Кобе. 19 тысяч. Самое дорогое премиальное мясо максимальной мраморности из конкретного региона. Это Россия. Офигеть. Филе миньон. Офигеть. За 2 680 грамм. Тоже дорого, но дешевле, чем 7. Не, ну это интересно. Я еще думаю тоже, ну, наверное, это Россия. Ну, нет, я бы в этом первое место оставила. Потому что я бы заплатила за это. И это серединка 11 тысяч конкретно вагю. Офигеть. Это, естественно, русское прайм биф. А вот здесь все-таки это Кобе, это это вага. Да, с этим я согласен. Мясо очень нежное. Ну, чуть-чуть ошибся. Меня оно прям не зашло. Это Кобе, понимаешь? За 19 тысяч 8 грамм. Ну, типа, смотри, оно... Да отвратительно. Ужас, фу. Смотри, оно жестко, оно с волокнами. Оно тяжело режется. Никиточка ушел, Петряев такой оставил. Мне это не интересно. Я это не хочу, это не вкусно. Он тоже самое, кстати, сказал. Он средний угадал, а этим мне... Да, он местами. Тут, на самом деле, много чеснока, поэтому это сбивает на самом деле очень сильно. И чем больше ты его жаришь, тем жестче он становится. Наконец-то я готов вкусить деликатес. Я просил, чтобы поменяли местами это мясо, чтобы я не знал, где что. Потому что по виду реально, ну, практически невозможно отличить. А, может, вообще нереально. Итак, но, как обычно, первую пробуем. Это нежно. Это сочно. Это жирненько. Но по вкусу очень знакомо. То есть, если я пробовал это в ресторане, я бы не усомнился, что это российский филе миньон. Номер два. Отличается по цвету. Здесь более сырой, рубиновый. А здесь вообще похоже как будто на Велдан. Ну, по крайней мере виду. Это мягче. Но это ни о чем не говорит. Это прям нежно, сливочно. И опять же, если это российский филе миньон, то это просто очень круто. Небольшая маслянистость на финише, поэтому мне кажется, что это что-то из лагю или коба. Пока что для меня это Россия, это Япония. Но пока что того чеснока, который есть в запахе и про который говорили наши сегодняшние дегустаторы, я во вкусе не чувствую. Ну, мне кажется, что это самый нежный, самый деликатный кусочек. То есть это, я уверен, на 99% что это Россия. Это скорее всего вагю и это коба. Просто если это вагю, а это коба, то коба точно брать нет смысла, потому что 8000 точно не ощущается разницы. Давайте еще раз. Типа вагю. Хорошо, нежно, мягко. Замечательно. Но это более нежно, более мягко и более замечательно. Они все вкусные, но для меня вот именно. Россия, вагю, коба. Ну и давайте попробуем в соусе, потому что вроде как никто этого еще сегодня не делал. в соусе интереснее, обогащеннее, но нет смысла этим соусом забивать вкус дорогущей говядины. Потому что если попробуете любой из этих кусочков соусом, ну он половину вкуса оттянет на себя, и вы просто будете есть вкусное мясо с вкусным соусом. Как мне кажется, в идеале все-таки пробовать сверхдорогое мясо в чистую, потому что может быть даже чеснок улучшает вкус, но вы пробуете это не потому, что хотите, чтобы было вкусно, потому что очень много всего вкусного, а потому что вы хотите понять разницу и смысл, за что платить такие деньги. Россия, Япония, вагю, Япония, коба. Вот это коба? То есть я вообще ничего не угадал. Мне понравился экспириенс, этот опыт, этот формат, но мне не понравилось, что я все напутал. Мне теперь с этим жить. Я понял. После этого можно канал закрывать и отдавать, так сказать, предыдущим дегустаторам. Но это было интересно, а итоги мы в любом случае уже в офисе подведем. Итоги эксперимента оказались интересными. Никто из нас не идентифицировал самую дорогую говядину коба за 19 тысяч рублей. Из этого следует, что совсем переплачивать не надо. Российский Prime Beef держался не хуже, хоть и стоил в разы меньше. Самую высокую оценку в целом получил филе миньон вагю. Но что остается загадкой для меня, так это подача деликатесов в Мегуми. Тратишь бешеные деньги за продукт в надежде его распробовать, а получаешь дополнение в виде сильного чеснока, который мешает восприятию. Ну и вулканический камень тоже сыграл злую шутку. Мне кобы достался почти волдановый, что, конечно, печально. Вывод. На 100% в условиях такой подачи различить говядину практически невозможно. Так что заказывайте ту еду, на которую не жалко денег. Не гонитесь за понтами и дороговизной. Но если что, маскируйте все чесноком. Вы лучше всех. Макс Брандт. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!